Масада. История выживания. Какими будут воспоминания, решает тот, кто остается в живых. Он выживает не один раз. В первый раз он выживает, когда другие умирают. Во второй раз он выживает, когда рассказывает историю гибели других людей. Иудейский историк Иосиф Флавий и был тем человеком, которому удалось выжить. Во время войны иудеев с римлянами он защищал крепость. Когда стало ясно, что все кончено, защитники крепости начали убивать друг друга, чтобы не попасть в руки к римлянам. Вышли только два человека. Одним из них был Иосиф Флавий. Он расскажет о том, как римляне сохранили ему жизнь, об истории иудейской войны. И он поведает историю, которая вплоть до самого конца очень похожа на его собственную. Это история Масады. Масада. Скала на Мертвом море. Высокое плато, крепость, мощный каменный корабль, плывущий по суше. Потому что вода Мертвого моря давно испарилась. Масаду построил иудейский царь Ирод. Так писал Иосиф Флавий. Ирод, как говорят, приготовил эту крепость местом убежища лично для себя, на случай опасности, угрожавшей ему с двух сторон. Во-первых, со стороны иудейского народа, который мог свергнуть его. Большая же и серьезнейшая опасность угрожала со стороны египетской царицы Клеопатры. Она беспрестанно просила Антония убить Ирода и подарить ей царство иудеев. Поэтому у западного входа под стеной, окружавшей вершину, Ирод воздвиг дворец с фасадом, обращенным на север. Масада возникла как результат мании преследования. Это застывшее в камне паранойя, гнездо в скалах, где живут пугливые орлы. Почему Ирод построил неприступную крепость на краю своего царства? Что лучше, быть царем без царства или царем, имеющим царство, но которому со всех сторон угрожают? Что царь мог делать в Масаде? Господствовать? Над кем? Над песком и камнями? Такие места, как Масада, это демонстрация власти царя. Смотрите, я неуязвим, но на самом деле они бесполезны. Они надежны, как могилы. Здесь гибнут люди. В таких местах великий правитель мечтает только о том, о чем мечтают все. О том, чтобы выжить. Для царя это кошмарный сон. Ирод окружил вершину горы мощной крепостной стеной. Всю же внутреннюю площадь, отличающуюся тучной и особенно рыхлой почвой, царь оставил для возделывания с той целью, чтобы на случай, когда привоз припасов извне сделается невозможным, гарнизон, доверивший свою участь крепости, не терпел бы нужды. Потом во всех местах, где были жилые дома, а именно на горе, рядом с дворцом и со стеной, высекли в скалах много больших цистерн. Их сделали так, что в них можно было хранить такой большой запас воды, какой могут доставлять источники. Спустя сто лет в Масаде собрались те, кто спаслись от римлян. В 66-м году иудеи подняли восстание против римских завоевателей. Римляне ответили ударом на удар. В 70-м году сгорел и Иерусалим. В крепость Масада бегут разрозненные группы иудеев. Элиазар был предводителем сикариев. Историк Осип Флавий называет их сектантами, фундаменталистами, фанатиками свободы. Но не нужно забывать, что он на стороне римлян. Иосиф Флавий угождал и римлянам, которые пощадили его, и иудеям. Последние считали его предателем, и он хотел как-то оправдаться. Зимой 72-го года римляне подошли к стенам крепости. Римский полководец Флавий Сильва окружил всю крепость снаружи обводной стеной, чтобы никто из гарнизона не мог бежать. Потом он выбрал особенно подходящее для осады место, где скала, на которой находилась крепость, переходила в гору. Время на стороне римлян. Они знают, что возьмут крепость. Для этого у них достаточно опытных воинов. Война – это работа. Она должна давать результат. И этот результат – взятие крепости. Если не завтра, то послезавтра. Если не послезавтра, то на день позже. Осажденные с самого начала знали, что так и будет. Или они осознавали это постепенно. Результатом этого осознания была смерть. Римский полководец начал осаду. На западе находилась огромная скала, далеко выступавшая вперед, но лежавшая ниже Моссады. Сильва осадил эту возвышенность, которую называли «Белой скалой». Он приказал своим воинам построить насыпь. Вскоре здесь появился осадный вал. Одновременно Сильва приказал сделать огромный таран и непрерывно долбить им стену. В итоге воинам Сильвы удалось пробить брешь в крепостной стене, и она обвалилась. Сикарии быстро построили вторую стену, которую не смогли бы пробить никакие машины. Когда Сильва это увидел, он подумал, что легче сжечь крепость и приказал солдатам забросать ее горящими факелами. В крепости начался пожар. Но в начале пожара повеял северный ветер, который был опасен для римлян, так как он отгонял пламя от крепости и направлял его прямо им в лицо. Они уже почти потеряли надежду на успех, ведь могли сгореть и их машины. Но вдруг, как по божественному мановению, ветер переменил направление, обратился к югу и направил огонь против стены, которая горела уже сверху донизу. Римляне, обрадовавшиеся божественной помощи, возвратились в лагерь и решили на следующий день штурмовать крепость. Элязар решил, что все должны умереть. «Уже давно мы приняли решение не подчиняться ни римлянам, ни кому-либо другому, кроме только Бога, ибо Он один истинный и справедливый царь над людьми. Теперь же настал час, призывающий нас исполнить наше решение. Завтра мы будем в руках врагов, но мы свободны выбрать славную смерть вместе со всеми, которые нам дороги. Пусть наши жены умрут неопозоренными, а наши дети неизведавшими рабство. Вслед за тем мы и друг другу сослужим благородную службу. Тогда нашим почетным саваном будет наша сохраненная свобода». Речь Гириазара восприняли без восторга. «Как сделать из павших духом людей коллективных самоубийц? Слов о том, что этого хочет Бог, что, главное, умереть свободными, недостаточно. Гириазар начал запугивать осажденных и рассказывать об ужасах, которые их ждут, пытках и кровопролитии. Но тот, кто должен убить себя по политическим соображениям, требовал за это награду. Поэтому Гириазар стал обещать вечную загробную жизнь. Его речь – пособие по политической агитации». С первого момента пробуждения сознания нам внушалось, что не смерть, а жизнь – несчастье для людей. Ибо смерть дарует душам свободу и открывает им вход в светлый мир, где их не могут постигнуть никакие страдания. Элиазар смог убедить защитников крепости. А что выбрал Иосиф Флавий, который все это описал? Жить рабом или умереть свободным человеком? Его душу раздирали отчаяние и боязнь, что его будут презирать. Каждый хотел опередить другого. Сякий старался доказать свою храбрость и решимость тем, что он не остался в числе последних. Движимые только этим желанием, люди убивали своих жен и детей, и потом самих себя. В Масаде выжили не люди, а миф. Или иначе. Миф появился потому, что погибли люди. В 20-е годы прошлого века Масада стала лейтмотивом сионистского движения. Сегодня можно услышать лозунг «Масада больше не падет». В крепости принимают присягу новобранца государства Израиль. Речь опять идет о выживании, примером которого Масада и не является. Масада – это неоднозначный миф. Как сказал Иосиф Лавиус, эта крепость знает, что такое свобода, но только как саван. Это не свобода для того, чтобы жить и выжить. Режиссер Франк Хертвек. Оператор Томас Вебер. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...